Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Только что прочитал новость о том, что Настя Ивлеева поделилась новыми кадрами. Блогерша посетила Тихвинский и Богородичный Успенский мужской монастырь. Кадры будут на ваших экранах. Вы знаете, это фотосессия. Это не поделилась новыми кадрами, с моей точки зрения, а это натуральная фотосессия. Фотосессия в монастыре, в церкви, в храме. Вот, вы знаете, я, бывает, посещаю Оптинный пустынь, я вот бываю, да много где. Приходишь в храм, и, ну, настолько красиво, настолько ты впечатлен, что хочется что-то сфотографировать, хочется что-то оставить для себя. И в 99% случаев ты уходишь, не сделав ни одной их фотографии, потому что ты понимаешь, что, ну, это же что-то твое внутреннее. Что-то настолько личное, что это не для фотографирования. Хотя хочется иногда запечатлеть, вот, бывает, я делал это, достанешь для себя. Есть у меня из Оптиной пустыни, но так как туда достаточно долго ехать, не в храме, а, значит, уже после службы, там попросили нас, значит, черные такие эти, фар такие. И вот около Амуросия Оптинского я, где свечки стоят, нужно было почистить, свечки убрать, все. Ну, я потом приложился, мне открыли прям раку с мощами, стеклышко отодвинул, и я прям лбом вот к мантии Амуросия Оптинского. И вы знаете, там вот эти кадры тоже были, фото, где я просто в черном этом стою. И потом сижу на фоне, вот, скажем так, Оптиной пустыни. Но из храма, это вот, знаете, это всегда почему-то мне так воспринимается, мной. Как, ну, вот, желание показать, что посмотрите, я в храме, я вот, особенно, ее же раскритиковали, вот, за это интервью, где позади икону там поставили, и, как бы, что какие-то ценности, да, были на голове, черенки, тут вот решили отмыть репутацию, вот икону специально разместили. И вот она показывает себя в храме. Ну, вот, вы знаете, сами фотографии и ракурсы выбранные, ну, это совсем не то, что... У каждого свой путь к Богу. Здесь очень сложно что-то говорить с точки зрения этого, но это фотосессия. Я обратил внимание, что на ней накидка леопардового, леопардового такого пошива. Ну, в храм, конечно, не знаю я как. На другой фотографии она просто ее сняла, потому что ее больше видно. Ну, в леопардовом ходить, не знаю, насколько это уместно. А вообще, друзья, хочу сказать, что это просто фотосессия из храма, из монастыря, с моей точки зрения, сделанная для того, чтобы развеять сомнения относительно той иконы, которая стояла, потому что многие высмели, сказали, слушайте, ну, чего вы, после того, как там голыми трясли, тут взяли, поставили икону и посадили ее под икону, что вот как в храме вроде как, как они не понимают. У них же есть там, кто там, имиджмейкеры или кто там, пиар-агенты. Неужели они не понимают, что сейчас в это время ее вот такого рода фотосессии в храме, они, но они не будут восприниматься так, как она этого ждет, как она хочет. А может быть, кто-то хочет. Вот она как бы традиционная, скажем так, да, вот вера, православие, все. Ведь все понимают, что у нее в мозгах совсем другое. Да даже по этим фото это видно. Да даже по этим фото это видно. Но если уж вы хотели сработать, но маленько мозги включили, неужели там такие деньги платят людям, ну, хотя бы вы их отрабатываете, если уж вы хотите ее отмыть. Ну, вы хотя бы сделали так, что какая-то прихожанка сфотографировала, допустим, из-под полы ее там две фотографии. Не сама она, а какая-то прихожанка сфоткала, как Ивлеева, так сказать, замаливает грехи свои там в монастыре. Но это хоть как-то бы еще людьми воспринято было, что это кто-то из-под полы сфоткал. Были бы подозрения, но по крайней мере. Я не хочу подсказывать, но хоть как-то это было бы. Но когда вот это делается, возникает вопрос не только Ивлеевой, но и тем, кто занимается ее пиаром. Как вы вообще? Вы где? Кто-то учился бы хоть где-то, чтобы... Ну, как можно было ее в храм, вот эти вот фотографии такого рода выставлять? Друзья, что вы думаете на сей счет? Может быть, вы считаете, что это действительно искренний порыв ее души? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. И еще раз приглашаю вас, друзья, на свой второй официальный канал Будда Гришна новости в Телеграм. Он потихоньку будет становиться основным каналом. Там больше свободы слова. Только что сегодня там вышло видео достаточно интересное о геополитике. Я думаю, вам будет интересно. В закрепленном комментарии можете вы там его посмотреть. Там выходит видео, публикации, мои личные публикации, которых здесь нет. На регулярной основе выходят. Новости уходят круглосуточно с моими комментариями. Мы говорим там о миграции, о коррупции, о внешней и внутренней политике. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Будда Гришна новости в Телеграм. Ссылочка внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, и также приглашаю вас на свой сайт буддагришна.ком. Для бизнесменов-предпринимателей там есть достаточно интересное предложение. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересует, пишите. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.